Всем привет! Меня зовут Васёк Михаил Петрович. Я работаю преподавателем на кафедре радиофизики и электроники в Световикарском государственном университете. В сегодняшнем террористическом уроке мы рассмотрим схему, состоящую из ПИК-контроллера ПИК-16О4А, четырёх индикаторов светодиодных с общим анодом, четырёх NPN-транзисторов, резисторов, токоограничивающих, которые подключены к базам транзисторов, и токоограничивающих резисторов, которые подключены к катодам светодиодов, а также кнопку, рассмотрим, подключенную к плюсу питания, а другим концом она подключена к ножке RB7. Также кнопка подключена к подтягивающему резистору 10 кОм, который в свою очередь подключается к минусу питания, то есть к минусу батарейки. При нажатии на кнопку происходит увеличение значения на индикаторах. Значение на индикаторах увеличивается в зависимости от времени удержания кнопки. Чем дольше кнопка находится в положении включенном, тем больше значений на индикаторе возникнет. Если мы будем просто нажмём и удерживать будем, то значение на индикаторе будет увеличиться постоянно. В дальнейшем мы напишем программу, которая будет увеличиваться значение на индикаторе на единичку, при каждом нажатии на кнопку, вне зависимости от того, сколько мы её держим в нажатом состоянии. Давайте вначале рассмотрим алгоритм программы. Что такое алгоритм, мы рассматривали в предыдущем уроке. Я составил следующий алгоритм программы для схемы, которую мы собрали в программе Proteus. Алгоритм следующий. Вначале объявляются необходимые для программы регистры, то есть стандартные действия, можно сказать так. Потом начинается сама программа, которая будет работать в P-контроллере. Дальше настраиваются ножки порта А и порта Б на управление извне и внешними устройствами. Порт А настраивается на управление внешними элементами, то есть в данном случае транзисторами будет управление осуществляться. Ножки порта Б настраиваются на управление как индикаторами, так и на управление извне с помощью кнопки. В данном случае кнопка будет являться инструментом для управления P-контроллером извне. Нажатие на кнопку будет на ножке RB7 высокий уровень напряжения, то есть плюс питания подаваться. Следовательно, в седьмом бите порта B будет записана единичка. Когда кнопка не нажата, из-за того, что у нас кнопка подключена через P-тег, через из-за минус питания, в седьмом бите порта B будет записан нолик. Вначале настраиваем ножки порта A и порта B. Потом, для того, чтобы работать с нашим индикатором, нам понадобится 4 регистра, для того, чтобы каждый регистр отвечал за значения на каждом индикаторе. И все эти значения изначально обнуляются. То есть все 4 регистра будут равны нулю. Дальше осуществляется динамическая индикация. То есть вначале включается один элемент, он горит некоторое время, второй элемент горит некоторое время, третий элемент горит некоторое время, четвертый элемент горит некоторое время. Значение, которое будет высвечиваться на индикаторах, определяется регистрами. Четыре регистрами. Так как изначально одни, а не обновлены, то все четыре индикатора покажут нам нолик. Далее, после того, как динамическая индикация осуществилась, питание на индикаторы не поддается. То есть ножки RA-RA3 выключены. Но индикаторы горят по инерции некоторое время. За это время мы успеваем сделать следующее. Мы должны проверить нажатие кнопки. Если кнопка не нажата, то мы просто обновляем значение на индикаторах. То есть снова осуществляем динамическую индикацию. Таким образом, на индикаторах снова появятся все нули. Проверка нажатия кнопки занимает несколько микросекунд. Поэтому мы спокойно можем успеть это сделать. И на индикаторах циферки будут также гореть. Если же кнопка нажата, мы увеличиваем значение регистра, отвечающего за четвертый индикатор. В данный момент на индикаторе значение не увеличивается. Значение увеличивается только в памяти микроконтроллера. Проверяется четвертый индикатор. Если он равен 10, то мы идем дальше по программе. Если он не равен 10, то мы возвращаемся к динамической индикации. И в этот момент вводим значения на индикаторах, которые соответствуют значениям в регистрах, отвечающих за данные индикаторы. Таким образом, на индикаторах мы увидим значение 0, 0, 0, 1. И это значение будет гореть по инерции еще некоторое время, пока мы снова проверяем нажатие кнопки. Если кнопка находится на нажатом состоянии, то мы снова переходим сюда и увеличиваем значение регистра, отвечая за четвертый индикатор, еще на единичку. И также проверяем это значение. Если оно не равняется 10, то мы снова переходим к этому пункту. Когда доходим до 10, начинаем совершать аналогичные действия с следующим индикатором. А значение текущего индикатора, который был здесь, то есть четвертого индикатора, обнуляем, чтобы на индикаторах отобразилось число 10. Потом отобразится число 11, 12, 17, 14, 15 и так далее будет увеличено значение на индикаторах благодаря этому алгоритму. Его мы рассматриваем в предыдущих уроках. Для того, чтобы представить программу, мы воспользуемся предыдущими программами для индикаторов. Так как алгоритм для программы с кнопкой похож на алгоритм программы для работы схемы с индикаторами. Давайте начать рассмотрим алгоритмы для индикаторов. Посмотрев на алгоритм программы для индикаторов, можно увидеть, что алгоритм очень похож на алгоритм программы с кнопкой. Вот здесь действие практически совпадает с действиями, которые находятся здесь. Только здесь добавляется проверка нажатия кнопки. И только после этого происходит выполнение данного пункта. Увеличение значения регистра, отвечающего за четвертый индикатор. А здесь же этого пункта, проверки нажатия кнопки, нет. И после динамической индикации сразу осуществляется увеличение значения регистра, отвечающего за четвертый индикатор. Давайте перейдем к программам. Для начала откроем канал с видеозаписями и рассмотрим две программы. Одну программу полностью рассматривать не будем, а другую будем исправлять. Изначально рассмотрим вот этот урок 27. Зайдем в него. В новое видео. И в описании к видео скачаем программу на ассемблере. Вот эту программу. Возьмем и скачаем. Я не случайно скачу, потому что с ней будут возможны некоторые проблемы. И сейчас я хочу обратить на эти проблемы внимание, чтобы в дальнейшем вы знали, как их устранять. Заметим, что файл называется if.dev и в начале стоит решетка. Это сыграет свою роль. Как именно мы увидим дальше. Теперь мы перейдем к программу mplab.x и создадим новый проект. Файл, новый проект. Все сделается стандартно, как и в предыдущих уроках. То есть вначале выбираем семейство пик контроллеров. Дальше выбираем x16f84a. Потом нажимаем next, убираем симулятор, нажимаем next, убираем компилятор mpasma, чтобы программировать на ассемблере. Дальше даем название. Я назову его button and indicator. Дальше установлю проект как главный. Если мы хотим писать комментарий на русском языке, то желательно выбрать кодировку Windows 1.251, чтобы комментарии не преобразовывались в знаки вопросов после повторного запуска кода программы. Нажимаем finish. Но эта кодировка работает, когда вы работаете в Windows. Так, проект создан. Теперь нужно добавить наш файл. Мы не будем создавать новый файл и копировать в него код. Мы сейчас научимся добавлять файл к проекту, который уже существует. Для этого вначале скопируем данный файл и запихнем его в папку нашего проекта. Находим на диск C. У нас находится в проекте здесь. Находим название нашего проекта. Это у нас button and indicator. Закидываем сюда этот файл. Все, файл появился. Теперь нажимаем на эту папочку правой кнопкой мыши и выбираем пункт. Третий пункт. Добавить что-то извне. Вот. Убираем наш файл. Это что-то не то, не та папочка. Выходим выше. Находим наш проект. Вот наш проект button and indicator. Заходим в него. И вот наш файл. И в дэв. Сохраняем. Загружаем. И компилируем. Можем сразу закомпилировать. Наш проект является главным. Что мы видим изначально? Мы видим ошибки, которые возникли при компилировании. Ошибки следующего содержания. С чем связаны данные ошибки? Данные ошибки связаны с именем файла. Имя файла не должно содержать вот таких символов. Поэтому давайте попробуем переименовать наш файл. Напишем здесь вместо решетки просто ifdev. Здесь мы этот файл удалим. И снова добавим файл. Из нашего проекта. Опять перейдем в наш компьютер. Диск c. Программы для пик. Наш проект. Добавили. Теперь попробуем снова закомпендировать. И все работает. Данный код программы является немножко усложненным вариантом. Потому что... Вот, сейчас он появится. Данный код программы является усложненным, потому что тут присутствует конструкция ifdev, позволяющий использовать код программы для разных схем. Чтобы не нагромодить много разного кода, мы рассмотрим код более простой, который подходит для данной схемы с NPN-транзисторами и для схемы с индикаторами, у которых общий анод. Как переделать программу для схемы с общим катодом, либо для схемы с другими транзисторами, либо для того и другого, вы должны посмотреть ведущие теоретические уроки для работы с индикаторами. Я думаю, у вас не ставит труда решить эту задачу. Ну а сейчас мы перейдем снова к YouTube и скачаем программу попроще. Рассмотрим урок 21. Динамическая индикация. Всем привет! Здесь приведен файл с кодом. Вот он тут. Вы также можете его скачать. Давайте скачаем. Называется он индикатор. ASM. Копируем его. Заходим в папку нашего проекта. И удаляем файл ifdev. И как он называется. И добавим файл индикатор. Теперь в программе mpl.abix опять удаляем несуществующий уже файл. И добавляем новый файл. Попробуем закомпинировать. Все хорошо работает. Теперь давайте посмотрим на данный файл. Вот. Код нашей программы. Давайте запишем этот код программы в текущую схему. Для этого просто откроем наш B-контроллер. И найдем наш новый проект. Вот он здесь. Потом наш x-файл ищем. Здесь запускаем. Видим, что значение на индикаторах увеличивается. А на кнопку никакой реакции нет. Мы должны переделать нашу программу. Ну давайте разберем нашу программу. Приведен алгоритм программы, который мы используем для этого индикатора в данный момент. То есть вначале объявляется необходимая программа регистры. Смотрим. Так оно и есть. Эти регистры для нас необходимы. Возможно что-то нужно добавить, что-то нужно будет убрать. Но это мы решим в будущем. Пока что оставим так как есть. Но эти две строчки стандартные, поэтому я и в алгоритм даже не вписывал эти две строчки. Так, вот есть еще регистр count. От этого регистра конечно лучше избавиться. А для чего он нужен я еще расскажу. Так, ну дальше идем. Начало программы. Да, начало программы оно есть. Если установить алгоритм, для кнопки то же самое. Все нормально. Следующий этап. Для алгоритма с кнопкой. Настраиваем ножки порта А и порта Б. У нас они настроены для работы с индикаторами. Все ножки настроены на управление внешними элементами. В данном случае настроить ножку РБСМ нужно так, чтобы она управлялась извне. Поэтому мы здесь можем сделать следующее. Вначале обнулить значение во всех битах регистра 3СБ. А потом установить в единичку один из битов регистра 3СБ. В данном случае это будет седьмой бит. Все. Теперь ножки пик контроллера настроены на управление извне. Следовательно данный пункт мы выполнили. Это для случая алгоритма с кнопкой. Следующий. Обновляем значение регистров. Так, этот пункт выполняется. Теперь опять мы встречаем значение COUNT. Что же такое COUNT? В предыдущих программах по динамической индикации мы используем COUNT, чтобы значение на индикаторах увеличилось не от нуля вот так быстро, а гораздо медленнее. Мы поступали следующим образом. Когда COUNT установлен в единичку, мы здесь выводим 0, 0, 0, 0, потом 1, 0, 0, 2, 0, 0. Если мы установим COUNT в 10, то мы вначале выведем 0, 0, 0, 0, 0, потом 0, 0, 0, 0, и так 10 раз, а только потом уже здесь будет единичка. И эта единичка будет вначале 1, 0, 0, 0, потом снова 1, 0, 0, 0, и так снова 10 раз. И для каждого значения будет 10 раз повторяться динамическая индикация. Поэтому этот COUNT мы, в принципе, можем убрать, но для того, чтобы проверить, что так оно и есть, мы просто поставим здесь не 10, а, допустим, 30. И также изменим значение COUNT вот здесь, не 1, а 30. Закомпендируем, убедимся, что мы размышляем правильно, чтобы не было потом вопросов. Так, вроде бы, наверное, проект закомпендировался. Запускаем. Видим, что значение на индикаторах стало увеличиваться медленнее. То есть, регистр COUNT для этого и отвечает. Мы не будем его использовать, поэтому этот регистр мы удалим отсюда. Следовательно, мы удалим его и с объявлений регистров. А также мы его удалим вот в этой части программы, которая тоже использовалась. Тут для него тратится 4 строчки. Вот. То есть, происходит уменьшение значения COUNT. Если COUNT не равняется 0, то мы просто переходим на динамическую индикацию и снова выводим некоторые значения до тех пор, пока COUNT не обнулиться. А когда COUNT дошел до 0, мы устанавливаем COUNT 30 и увеличим значение на индикаторах. Потом выводим новые значения 30 раз и так далее. Эти строчки я удаляю. Теперь продолжаем работать с нашей программой, нашим алгоритмом. Обнуление произошло, дальше осуществляется динамическая индикация. Смотрим, где у нас осуществляется динамическая индикация. Вот, оттуда осуществляется динамическая индикация. С метки START. Это динамическая индикация. Ну, как происходит динамическая индикация, я рассказывать не буду, только вам скажу, что вначале на первом индикаторе выводится некоторое число, или нет, цифра. Потом на втором индикаторе выводится некоторая цифра. Потом на третьем индикаторе выводится некоторая цифра. Потом на четвертом индикаторе выводится некоторая цифра. А дальше процесс повторяется по кругу. Но значение на индикаторах может изменяться. Динамическая индикация в данном случае заканчивается после строчки BCF в порт А3. То есть выключением четвертого индикатора. Дальше идет увеличение значения индикатора. То есть, если посмотреть на алгоритм программы для индикаторов, то и дальше идет вот этот пункт. Между этим и этим пунктом, между этими двумя пунктами мы должны вставить пункт проверка нажатия кнопки. Давайте его вставим. Напишем команду btfss, то есть проверка значения нуля и делички. В данном случае это нуля. Порт b, запятая 7. Проверяем седьмой бит. Если седьмой бит равен нулю, то мы переходим на следующую строчку. А здесь мы перейдем на метку, какую-то метку. Пока не определились. Если же он не равен нулю, то есть равен единичке, мы переходим на другую метку. Пока тоже не назовем ее, потом придумаем название. Так, значит, давайте посмотрим по схеме. Если у нас бит равен нулю, значит кнопка не нажата. Если кнопка не нажата, то по нашему алгоритму мы должны перейти на динамическую индикацию. Следовательно, когда кнопка не нажата, мы переходим на эту строчку и должны перейти на динамическую индикацию, то есть на метку start. Поэтому я сюда пишу go to start. Если же кнопка нажата, то мы перепрыгиваем эту строчку и переходим сюда. А здесь мы должны осуществлять увеличение значения регистра, отвечая за четвертый индикатор. То есть, по сути, эту часть программы. Поэтому в данном случае можно избежать переход с помощью go to, а просто удалить его и продолжить год программы. То есть, если кнопка нажата, то мы автоматически переходим к увеличению значения индикаторов. Теперь давайте попробуем закомпинировать наш проект. Посмотрим, что-то уже получилось или нет. Запускаем. Видим, что значение на индикаторах уже не увеличивается. Нажимаем на кнопку. Видим, что значение на индикаторах начинает расти. Вот, так как мы и хотели. Все зависит от того, как долго мы держим кнопку в включенном состоянии. Останавливаем проект. Дальше, как мы видим, код программы не менялся. То есть, так как у нас эта часть полностью совпадает с алгоритмом для индикаторов, и он, в принципе, код подходит нам для случая с кнопки, мы можем, в принципе, не разбирать последующий код программы, потому что этот код программы рассматривался в предыдущих уроках. Единственное, что я бы хотел сделать, вот эту таблицу, которая приводит к тому, что на индикаторе вводится некоторое значение, вырезать из середины кода, вырезать, и поставить куда-то наверх. Вот, куда-нибудь сюда. Но, перед этой таблицей, написать, go to begin, чтобы программа началась с, не отсюда, то есть, с этой строчки, а не с таблицы. То есть, мы, начиная программу, переходим на метку begin, а begin у нас будет вот здесь. Таким образом, программа идет по тому же сценарию, то есть, начинается отсюда, потом сюда, сюда, и сюда, идет, но, вот эта часть кода находится сверху. Почему я его разбил сверху? Потому что регист ПЦЛ не любит, когда в него записываются числа больше 255. Если вы запишите число больше 255, то вы уйдете не в ниже по коду, а вернетесь к началу. Чтобы дальше двигаться по коду, нужно использовать кое-что другое. Об этом мы пока не говорили, но о регистре ПЦЛ я рассказывал в одном из стередических уроков. Поэтому лучше эту таблицу ставить наверх. Теперь у нас написана программа, которая работает и увеличивает значение на индикаторах. Почему же значение на индикаторах увеличится не на единичку, а на некоторое значение? Давайте просто разберем алгоритм. Вот наш алгоритм. Видим, что когда кнопка нажата, мы увеличим значение на индикаторе, вернее, значение в регистре, и если оно не верняется к 10, сразу переходим к динамической индикации. То есть, вводим значение 0, 0, 0, 1. Вывели и снова проверяем нажатие кнопки. Но в этот момент человек просто не успел еще кнопку отпустить. Но проверка осуществляется. А раз он не отпустил кнопку, значит, снова будет считаться, что кнопка нажата. И поэтому мы снова увеличим значение на индикаторе. Снова проводим динамическую индикацию. И программа успевает за это время, пока кнопка нажата, пройтись по этому циклу много раз. У нее нет ограничений на то, что кнопка должна быть отпущена. Именно из-за этого у нас получается так, что при нажатии на кнопку у нас на индикаторе увеличивается значение на некоторое число, но не на единичку. Нам нужно что-то добавить в наш алгоритм, а конкретно условие того, что кнопка должна быть отпущена. Как это реализуется, мы рассмотрим в следующих уроках теоретических. А также в теоретических уроках мы рассмотрим, как проверить код нашей программы в атланчике программы MPLABX, если мы используем в схеме кнопку. Потому что на сегодняшний момент мы не знаем, как смоделировать кнопку в программе MPLABX с помощью отладчика. Как это реализуется, рассмотрим в следующем теоретическом уроке. На этом я видео заканчиваю. Если понравилось данное видео, то ставьте лайк. Если есть вопросы, то пишите их в комментариях. Если есть какие-то замечания, тоже указывайте в комментариях. Я буду поправлять свои видео. Делайте их более качественными с вашей помощью. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал. Удачи!